Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 2 июня. Вот у меня сейчас идет период подкормок, я говорила, что я подкармливаю все свои участки огорода, но подкармливаю по-разному. Вот у меня проверяет Надюша, правильно ли я делаю. Сейчас дошла очередь до перцев, ведь мы подкармливаем не только томаты и огурцы, вот я показывала, и не только дохлые томаты у нас есть, такие отстающие, есть еще и перцы. У меня тоже есть перцы, которые я называю проблемные. Это не те, которые я высадила в ранний срок в теплице, которые чувствуют себя хорошо, а которые долго-долго-долго ждали, когда мы вот соберем вот этот вот агрощит, тепличку для перцев, для баклажанов, которые зацвели уже в стаканчиках, и которые завязались в стаканчиках, и я боялась, как бы они не скинули зависть. Я вот вам показывала, Ромеро был весь в завязи, вот он и сейчас весь в завязи, были все в завязи, вот там Гладиатор, дальше сейчас пройду. Так что сделать, чтобы перец не скинул свою зависть? Ну то есть это уже была не зависть, а перчины, но у него, так как он был в стакане, ведь мало было вот питания, там были считай, что одни корни, и кустик-то вот этот вот маловатый, вытянет ли он эти перчины? Конечно, в этом случае обязательно нужно помочь подкормкой, если те, которые стоят в теплице, я еще даже не думала о том, чтобы подкормить их, или как-то помочь, они там, у них кусты большие, хорошие, но вот этих перчиков жалко. Сейчас я пройду дальше и покажу вам, что все они с перчинами. Пока никуда не ушла, хочу сказать про баклажаны. Это касается и баклажанов, которые высажены вместе с ними. Мало того, что они перестояли в рассаде долго в стаканах, видите, что творится, на них напали колорадские жуки, все же говорят, что баклажаны это деликатес. Вот видите, тут уже и наоткладывали яиц, а я не могу все обработать, то нам жарко, то дождик сегодня пошел, и они ждут бедные, но каждую ночь, ну каждое утро прихожу, я вижу, что все больше, больше вот здесь обгрызанных мест, нужна срочная обработка, обработка именно инсектицидами. Вот я буду прыскать окторой, но, наверное, теперь уже завтра. А вот про перцы хочу сказать. Для того, чтобы они не скинули зависть, им нужно сделать такую же самую подкормку, как для томатов хилых и слабых. Я вот, конечно, сейчас вы видите, что уже день, жара, все уже мы подкормку сделали утром, и сделали из той же бочки, из которой поливали томаты, но для кого интересны подробности, сейчас во второй части видео я зайду домой, потому что здесь жарко, и расскажу вам состав этого удобрения, и скажу, что не обязательно удобрение использовать то, которое использовала я, можно любое, вот смотрите, я сейчас пройду, видите, какие перчины уже, и какой маленький кустик. Что это значит? Это значит, что этот куст может не осилить, не выносить вот эти плоды, и может их сбросить даже сейчас, несмотря на то, что он в стаканчиках их не сбросил. То есть нам нужно увеличить вегетативную массу растения, нужно, чтобы было много зелени, чтобы она наросла очень-очень быстро, а значит, тут придется нам применять удобрения с повышенным содержанием азота. Ой, запыхалась там жара. Если мы будем говорить о перцах, то они, перцы, баклажаны и томаты, они принадлежат одному и тому же семейству, и им требуются одни и те же, ну как, элементы, и вот в случае со слабыми перцами я действую так же, как в случае со слабыми дохлыми томатами, чтобы маленько, как, стимулировать наращивание вот этой зеленой массы, я вот этот же великан, ой, да, подождите, да-да, этот же великан, вот что вчера дохликов поливала томатов, и перцем дала то же самое. Смотрите, из двух удобрений, я вот все вам хочу разницу во всех случаях объяснить, когда одинаковый азот фосфор и калий, вот 12-12-11, это для здоровым, для тех, кому не нужна зеленая масса, у которых куст хороший, шикарный, если с кустом проблема, если вы видите, что ваш перец ослабленный, что у него есть уже перчины, но на кустик жалко смотреть, ну, что он не пышет здоровьем, то лучше применить, конечно, вот с повышенным содержанием азота. Я не могу вам конкретно рекомендовать, например, на перце применять удобрение великан, потому что в инструкции его здесь не указано. Так что вы, придя в магазин, я вам просто принцип выбора удобрения, говорю, что придя в магазин, вы можете покупать не это удобрение, а, например, есть специальное для перца, и есть удобрение, например, универсальное, томат, перец, баклажан, есть собрано вот так, но вот в великане, к сожалению, перец не указан, я делала дозировку такую же, как томаты, и подкармливала, но еще раз говорю, что я точно не могу сказать, что великан подходит для перца, просто я думаю, что никакой разницы или дохлые перцы, или дохлые томаты нет, и первая подкормка для наращивания вот этой зеленой массы, она подойдет, потому что здесь большое содержание карбамида, мочевины, в принципе, если у вас грунт удобренный, и если вы вносили туда уже и калий, и суперфосфат, можно просто развести карбамид, столовую ложку на ведро воды, на 10-литровое, и полить. Вот в позапрошлом году я показывала видео про перцы, и говорила, что первая подкормка у меня была золой, потому что там кусты были шикарные, зеленые, а в этом году вот эти перцы, которые перестояли долго, и у которых уже перчины, но листьев мало, я вынуждена подкармливать вот таким минеральным удобрением с повышенным содержанием азота. Я, конечно, потом вам покажу, как изменились перцы, надеюсь, у меня времени хватит, но вот я, сразу скажу, делаю редко такие подкормки первые, потому что перец обычно высаживаю, вот у меня в теплице он уже хороший, зеленый, большой. В этом году вот так вот появились у меня на участке ослабленные отстающие перцы, из-за того, что долго они ждали меня, когда я соберу вот этот агрощит парничок. Все, до свидания. Это коротко о первой подкормке для слабых, обессиленных перцев.